Девушки отдыхают Инструмент «Виртуоз» использует исключительно для игры в пещере. Несмотря на возраст, скрипка не портится и даже наоборот, словно наполняясь энергией природы, звучит иначе. Она молодец, держится, не портится, все отлично. Для того, чтобы стать частью природного лоскала, необходимо как минимум утеплиться. Почти 10-метровая глубина сопровождает пребывание тут отнюдь не летней прохладой. В остальном лишь превосходство над обычным концертным залом. Влага на стенах потрясающий, проводник звука. Отсутствие прямых углов также создает неповторимую акустическую атмосферу. Влажность воздуха близка к стопроцентной. Постоянная температура на глубине около плюс 9 градусов. Отсюда небольшая продолжительность концерта, порядка часа. Но это как раз та ситуация, когда время не главное – 60 минут. Вполне достаточно для того, чтобы заставить хиты пережить вторую молодость, а стены наполнятся звуком. Во-первых, отдача эмоциональная, естественно. Во-вторых, как только ты пересекаешь порог пещеры, ты попадаешь в другую планету. Это просто другое измерение. То есть и визуально, и акустически. Акустические свойства пещеры невероятные. Здесь природа постаралась, здесь акустика просто неимоверная. Это что-то несравнимое ни с чем. В зале все привыклись, в зале комфортно. Здесь совсем другая обстановка. Пещера не должна страдать от громкой музыки, поэтому существуют определенные ограничения на проведение здесь концертов. Артистов не больше 20, зрителей полторы сотни. Публика не боится холода ради музыкальной экзотики и эстетического наслаждения. В импровизированном зале в очередной раз аншлаг, билеты на культурное шоу были раскуплены за несколько недель до мероприятия. Я была везде. Я была и в Воронцовском дворце, и в Массандровском дворце, и в Херсонесе. Пожалуй, осталась только геннесская крепость в Судаке. И здесь самое классное звучание. Мне нравится больше всего. Необычный концерт, открывший музыкальный сезон под сводами мраморной пещеры, не последний в году. Извлекать волшебные звуки из инструментов. Благодаря уникальной крымской природе оркестр будет еще как минимум трижды. Тарас Березицкий, Александр Рыбин. Служба новостей и ТВ.